всем здорова вот я в командировочке нахожусь всю командировку таскал с собой фотик и только сейчас собрался записать видоваться возил возил его блин устал вообще каждый день я тут устаю у нас сейчас в уфе 15 минут 10 круто что уже светло ну практически считайте лето пришло и причем еще жара конечно я вот сейчас только пиджак нацепил это да такой куртка пиджак так визин рубашки гонял но устал вообще конкретно ездил в тире домах вчера тоже причем у меня по сути работа да я хожу по торговым центром я уже все короче я прямо терпеть не могу уже эти торговые центры эти магазины эти лица продавцов вот и уже знаете нам в маленьких городах бывает вроде о торговый центр а живешь маленьком городе сходить туда же праздник степени да интересно что там есть только вроде магазинов вот сейчас когда пошлялся по всяким разным там мегам планетам вообще в разных городах ходил по практически всяким разным торговым центром к ты идешь уже понимаешь что везде одно и то же везде одни и те же рожи везде одно и то же шматьё эти рубашечки уже брючки уже пиджачки всякие вообще тошнит уже от них от всех все одинаково оригинально модное везде есть пара тройка магазинов таких интересных сначала потом смотришь тут он там там он и все сейчас уже действительно даже не интересно сейчас заехал в торговый центр яй яй прикольное название тут это на башкирска написано ей а так он там и по-русски тоже это есть такими же большими буквами надпись яй прикольно вообще плюс о нем называется до собственнику за оригинальное название но внутри торгового центра только гипермаркет лента причем еще лента не из больших такая маленькая вот я только что там сходил батарейки купил он попить себе взял воды чипсы эти подозрительные сыром зря только купил вот и все и все и я уже сразу зашел глазом одним и так взглянул и вышел понял что ну не интересно там арендовать хотя коля конечно в ленту народу ходит много тут вроде парковка вам довольно большая все заставлены тачками что-то народу нет устается блин каждый день я думаю надо полежать почитать книжку и в итоге вот в 10 там в 11 вечера заваливаюсь уже такую вот в коматозе хочется только завалиться и спать в душ еще я вот сейчас хостеле поселился хороший хостел мы были ночи очередина постоянно и в душ с утра и и вечером сегодня я причем рожу кирпичом секундочка свободно есть забуриваюсь и там полчаса торчу я думаю они там уже я выхожу там уже четыре три человека сидят с такими кривыми лицами ждут когда я выйду дверьми только и дергают там я конечно про себя веселюсь ну а чё поделаешь чуваки я чувствую себя как дома тем более тут у меня здоровая здоровая комнатка там со всеми радостями жизни горячая вода все дела в моем распоряжении а там где лежать только кроватка по сути и еще парочка каких-то чуваков вот гораздо приятнее одному находиться в ванне вот ну и там и другие также сидят на самом деле потому что с утром я бывает тоже напрягает уже там чувствуешь обосышься сейчас прошу прощения за такие вещи завтра еще собрался везти какие-то болванки подозрительные чувак один мне заказал на самом деле в какой-то степени груз вести попутка да за те же деньги удобнее чем пассажиров потому что груз лежит себе молчит деньги ты за него получишь захотел тут остановился захотел там туда поди я просто еще заезжают в разные города под по делам вот и с пассажирами неудобно вот с другой стороны они где надо пришли сели поехали и где-то там вылезли еще что-то интересненькое рассказывают кучу раз я уже с разными интересными людьми познакомился пообщался прямо истории такие крутейшие рассказывали вот а за грузом завтра вот надо заехать я не знаю меня прямо и больше то попросить ну смысл ну как то ну как то фиг вот короче прям неохота с одной стороны заезжать с другой стороны дорога окупится как бы бенз точно деньги нормальные в багажник кинул везешь себе ладно короче такое это дело смотрите вам прикольная тачка honda hrv по моему называется на нравится мне такая тачка свое время прямо хотел так ее купить она причем стоит недорого и универсал и джипчик смотрите он ведь и стоит правда до стартами закрыл хочет сказать что он круче что ли не ата шарви поинтереснее наверно . давайте приблизим пользуюсь фотиком интересное внутри конечно она уже убогенько старая уже это же старинная машина но сама по себе задумка мне очень нравится и единственное там всего-навсего две двери ну и задняя еще дверь получается трех дверка а для семьи вот круто она такая вся аккуратненько не очень большая не громоздкая ну и джип ну вообще круто классный такой поднятый универсал и дизайн у него мне очень нравится но вот три двери всего-навсего и honda с этими запчастями дорогущими там его знают сейчас они все уже там лет их им всем больше чем ласточки как-то но тачка нравится ласточка сейчас тоже нравится вот сейчас все не ломается поставил стеклышко тонировка вообще радует круто чуваки если кто сомневается я вам скажу ставьте тонировку теперь спокойно ты чуде сзади лежит никакие шорики левая не видят с улицы что там у тебя ноутбук не ноутбук машине лежит может кто-то сидит вообще вот забыл если закрыть я конечно закрываю всегда но мало ли что тоже это не видно машина закрыта не закрыта ну понятно там вся эта чушь типа солнце меньше попадает меньше нагревается конечно и меньше попадает меньше нагревается но самое главное что ну как-то больше безопасности что ли и при этом при всем все нормально видно то есть я езжу вот сейчас даже уже сумерки нормально все видно сзади что происходит и вот сколько дней езжу все отлично мне нравится вообще дискомфорт не чувствую и назад сдаю все видно через тонировку вообще все как бы никакого дискомфорта абсолютно нет тонировка мне не создает ну и лобовое конечно же тоже радует кстати хотел все сделать обзор дворники фантом везде продаются кстати в ашане я купил за 374 рубля в ленте те же самые 449 то есть но практически на 70 рублей дороже это ну значительная разница вот труд так себе что вот там где труд труд хорошо новые дворники все в принципе труд хорошо но почему-то водительский дворник вот здесь вот внизу причем еще в зоне зоне видимости плохо дотирает дайте покажу что на самом деле триндеть когда можно взять и показать где у меня там ключик сейчас воткнем такой получается видосик все и обо всем так вот видите особенно когда туда идет во первых сразу видно разводы появляются и во-вторых вот видите вот она не дотирает вот видите когда в ту сторону обратно идет начиная вот это отсюда как будто не схватывает ну чё за херня новые дворники я не знаю ну по-моему видно вам вот так вот перемещаю мне по крайней мере видно на экране телефона вот здесь вот эта область уже не трется короче напрягает напрягает когда новая какая-то вещь из магазина ты купил и она ему такого качества и ты видишь причем 374 рубля раньше я брал там и по 150 рублей дворники тоже без каркасники выглядели они хуже сломались очень быстро ну по крайней мере тёрли лучше самом начале ладно поеду потихоньку может чё вспомню по пути поехали со мной блин чё я делаю вот заболтался с вами и завожу здесь на передаче я все время на передаче просто оставляю как-то кстати плохо стало схватывать на горячую не знаю почему но я грешу на эти как они называются высоковольтные провода я думаю что это из-за них звук выключим все навигатор и поехали приедем хостел очень мне нравится что хостел находится прямо в центре ну и вообще нормальное место я думаю надо квартирку там подыскать потому что на шерве вообще классному высокий такой прям прикольный спойлерок еще у него все уже футболках рубашках тоже сегодня весь день в рубашке гонял вот под вечер под вечер все равно как-то жарковато не жарковато а наоборот прохладно а вон снизу написано яй ну так вот что я хотел сказать вам то что очень удобное место в центре уфы для жизни прямо куда надо чик 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 доехал очень-очень радует выхал это калоши поднерка очень мне нравится . у меня просто у друга такая машина была может быть и сейчас конечно есть но она прям такая красивая красивая нравится так куда ведет меня мой дорогой навигатор навигатор предлагает повернуть я повернем столько народу шляется ночью по городу я уже практически ночь расцениваю так здесь можно заворачивать поверните налево давайте давайте повернем я же звук то выключил что-то трендишь все интересно здесь сделано я повернул и стою потому что отсюда встречка тоже поворачивает такая здоровая разделительная полоса с пешеходной зоной давай поехали тут главное в уфе держать ухо в остро потому что того и гляди где-нибудь гаишники могут попасться и чего-нибудь там эвакуируют или оштрафуют или еще чё-нибудь чипсы вообще расстраиваюсь что прикупил за 69 рублей с сыром прям можно хоть не вы хоть бы не выкидывай реально потому что ну вообще не дом выезжаю на проспект проспект все таки моя любимая улица в городе уфа наверно тут у всех уфимцев такая фигня широкий большой весь город пронизывает весь город ну и салавата юлаева тоже неплохая улочка но она слишком уж такая просто несутся машины четыре полосы то и шесть а здесь как-то еще обычные такая здание вокруг магазины то есть можно где-то паркануться дворики там повороты то есть проспект октября у них как-то все-таки как улица а вот салавата юлаева это скорее просто такая магистраль чтобы куда-то съехать повернуть нужно именно на развязки заезжать свой поворот пропустил потом едешь какое-то время думаешь как бы опять не пропустить куда-то съехать на проспекте как-то везде эти улочки перекрестки светофоры душевненько и при этом при всем так движение построено что ты через весь город пилишь там 80 километров в час и все время зеленый 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 я вам радую показать бы вам красивая уфа какая-то своеобразно нравится булки здесь вкуснейшие на центральном рынке завитушки называется кто из уфы прям советую попробуйте центральный рынок фреш-маркет там ну типа кулинария пышка там или как называется причем других я не видел и там вот эти завитушки выглядит просто как какая-то булочка какая-то знаете крученая но прямо они божественные ябл в какой-то момент я случайно с голодухи зашел увидел беру дать я одну попробовать купил тут же взял еще одну и одну про запас и вот сейчас специально заходил в центральный рынок заезжал чтобы приобрести эту пункт ну просто там я конечно гулял от нечего делать но булки прямо вообще огонь такое такая на улице атмосфера здесь прогулочная ходят различные лоботрясы не спеша парочки прогуливаются по дому скучается в такое особенное время зимой когда ты скорее скорее спешишь там уже поздно темно холодно машина еле едет ты спешишь куда-нибудь там спрятаться не короче там как-то по-другому а вот именно когда вот так вот на улице здорово хочется гулять хочется куда-то пойти прямо скучается по дому по семье по любимой по моей я скучаю прямо как-то так это особенно остро чувствуется вот приехал я так сейчас местечко еще главное найти что все натыки натыкиваются но прикольная машина интересно ехала и пока не покажу уж вам сложно так стоп какой-то видимо разворачиваться придется бывает ездишь здесь короче дофига места вот есть местечко есть 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 отлично ездишь прямо полно мест а бывает вот так вот едешь 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 что-то нормальных мест нету я прямо 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 практически у подъезда не сказать что-то проект подъезда арка в доме во внутренний двор и там уже подъезд вот ну ладно тогда чуваки давайте прощаться такой видосик ни о чем поеду завтра наконец-то домой соскучился прикольно в командировках ты вот вроде ездишь там сюда работаешь ну блин остается может из того что мало ем я худею здесь командировочках вот и скучается по дому включается по дому прямо по семье по мелкому скучаю хочется обнять его там чем с ними играть веселиться по жене вообще скучается такое дело ладно тогда ну от этого острый острее чувствуются отношения к ты приезжаешь домой ладно давайте всем пока скорых встреч до встречи